Друзья, меня зовут Евгений, я живу в Санкт-Петербурге, сейчас нахожусь в городе Москва. Сегодня мы с вами осуществим путешествие на автомобиле из Москвы в Питер. Будем ехать где-то по платной дороге, где-то по бесплатной. Я у себя в гостинице, все уже, ребят, прощаюсь, прощаюсь. Ну что, вот вид на Москву, с которым я жил, да, Павелецкий вокзал, вот там Садовое кольцо. Так, вон машина Никиты стоит, он же, по-моему, уже вышел, у меня стучал в дверь, что типа, выходи давай. Ну, в общем, я всегда на чай оставляю, всегда, ребята, оставляю чаевые. Это не говорит о том, что я много зарабатываю, просто я ценю детской труд. Так, смотрите, я ничего не забыл. Рюкзак, моя сумка, кроссовки. Так, вот он я. Дальше в ванну заходим, у меня здесь было столько полотенца, я даже с ними не пользовался. Вот этим не пользовался, этим я только что помылся, ребята. Смотрим. А, зубную щетку я выбросился, я купился новую щетку, потому что это была вообще никакая она, уже ни хера не чистила. Так, в душевую, все, все нормально, ребят, ну все, давайте на дорожку с вами присядем, да. Здесь я ролики монтировал. Ой, друзья мои, Москва классная, красивый город, но отдыхать, как говорится, не работать, а завтра мне уже на работу. Такие дела, я уже хочу в Петербург, я уже хочу домой, честно, я немножко соскучился. Ну что, посидели, поехали. Поехали, шмакодюрьки, поехали. Надеюсь, мы доедем за быстрое время, без каких пробок и всего остального. Вот кто не видел мое видео, как мы въезжали в Москву, ой, ребята, это мрак просто, это мрак, я не знаю, как здесь люди живут. Я, человек, который без машины ездит на успехе, таким затором не привык. Ладно, честно скажу, выезжать домой, ну в том плане, что здесь вот был отдых, новые впечатления, новые эмоции, вкусная еда, я мукбанки снимал, ребят, за детьми на дзен, у меня там больше выходит видео с мукбанчиками, тут вообще вкусной еды много было. Кстати, недостаток этого, недостаток этой гостиницы, то, что лифт, ты, нужно ждать по минуту пять. Мои вещи загружены, все, гостиница, давай, пока-пока, где-то здесь был мой, мои окна. Так, Никит, ну что, поехали, стартуем. Так, 11 часов, мы выезжаем, мы выезжаем, так, хорошо, все, ладно, поехали, ребята, поехали, 11 часов. Друзья, наконец-то мы какими-то закуточками выбрались на третье транспортное кольцо, двигаемся в сторону Ленинградки, трафик сейчас только полдвенадцатого, выходной день, ну такой, нормально, да, пробок нет, заторов нет. В общем, вот как-то так, он впереди, кстати, Москва-Сити, сейчас мы поближе, вот мост подъедем, проедем. Так, да, все, отлично, нам чуть-чуть осталось и все уже. Впереди дорожные работы. Вот так. Что, выехали мы с тоннеля, проехали под Кудозовским проспектом, Москва-Сити. Опа, так, вот, давайте, вот так, поснимаю. Конечно, смотрится пафосно, да? Прикольно, да? Красиво. Ну, грандиозный заходок. Проезжаешь. Прикольно. Впереди тоже какие-то небоскрёжки. Читал вам про те жилые дома, что там вообще люди жалуются, что ты живешь как на отшибе, как на луне. Там, во-первых, ни кустика, ни дерева, нет. Во-вторых, до метро далеко идти, потому что нужно окольными путями проходить. И очень плохая шумоизоляция. То есть, нам сдают квартиры по 60 тысяч за однушку, а по факту, говорят, хуже не бывает жить. Либо, вон, видите, маленькие дома. Они, конечно, уже все, они прям, они хотят эти небоскрёбы давят. Ну, как-то люди живут. Такие дела. Так, едем дальше, скоро уже будем сворачивать на нашу Ленинградку. Наконец-то выезжаем мы из Москвы по каким-то колдобинам. Так, вон. О, Господи, сколько машин, мамочки, дорогая. Так, все, слава Богу, слава Богу. Ребята, все. Так, сейчас едем по городу Химки. Надеюсь, пробок особо каких-то не будет, как в прошлый раз. Маленькая будет. Маленькая будет, да? А люди у нас, смотрите, бедные, возвращаются в Москву и уже все толкаются. Вот такие дела, ребята. Пробки здесь лютые. Даже мне после Питера я не могу привыкнуть к такому трафику. Здесь больше машин, больше движения. В общем, как-то так. Мегу. Хотим самый дорогой участок от Анукада до Шереметьево объехать по бесплатке. Там уже можно будет запрыгивать на платную дорогу. Ну, вот толкаемся. Там какие-то ремонтные работы. Ну, как толкаемся? В принципе, едем со скоростью на сколько километров в час? 30. 30 километров в час, да, едем. Ребята, это выходной день. Последний выходной день. Выезд из города. Обычно наоборот. Уже все въезжают. Да, можно толкаться. Из Питера. Сейчас можно вообще без проблем выехать. Ой, господи. Как-то так. Какая-то заброшенная территория. Ну, ладно, мы не сюда приехали, на самом деле. Закупиться продуктами. Потому что дорога долгая, длинная. Кушать, кушать я, ну, захочется. Я уже, в принципе, проел бы. Ладно, уже по пути проехал. Да, конечно, ага. Мы только от Москвы отъехали. А счет перестроим. Ну, сейчас маникатор насчет буянить. Интересно, отличается ассортимент или нет? Не-е-е. То же самое будет, да? Ну, здесь было. Раньше было вкусно еда. Я даже здесь вкусно. Ясно. Верните налево. Какие-то что-то набирают, какую-то еду. Я говорю, возьми. Возьми, что хочешь, я что-то съем. Слушайте, ребят, мне цена поразила. 180 рублей, 180 рублей Кока-кола. Вы долбанулись или что, ребята? Ее себестоимость, я не знаю, рублей 20, наверное. Ну, реально, Кока-кола, классик, 180 рублей. И народ покупает, ребят, покупает. Понимаете? Вот так. Вот номер телефона. Салаты какие-то, багет, мясо. И фрунчозу он набрал. Морз взял, один сахар там, короче. Вот так. Сейчас сколько они насчитают? Я плачу, Егер. Не-не-не. Ты на перакар. А? На перакар. Чакар, ну? Ну, ладно. Видите, как удобно ездить с Никитой? Иногда он оплачивает, не дай я. 900 рублей, ребята. Представляете? Вот, вот. Ни хера не купить. 900 рублей. Попробую, я хочу жрать, не могу. Дай сюда, пожалуйста, по мечейку. А где термос? Гадя. Морз? Попробую сейчас. Найти термос надо. Но искать особо не надо. Или лучше я сам. Пошел. Лучше, ребят, смотрите, что мы набрали. Сейчас будем мурбан делать. Одних салатов. Почему салатов? Макарошек. А, и макарошки. Они холодные? Макароны, да. Да? Ну, в общем, вот так. Сейчас, ребят, перекусим и двинемся дальше. Какие дела? Макароны? С чем? По-восточному. По-восточному? Ну, давай, пробуй. М-м-м. Нормально? Они холодные же? Они ледяные. А я сейчас буду это мясо пробовать. А вот эти теплые, нам разогрели в микроволновке. Неплохая кулинария в ленте, да? Даже вот в это мясо, очень мало майонеза и мясо кусок хороший, да? Куриный. И прожилок нет. Фрунчат я не пробовал, салат тоже вкусный. Это не куриный, это макарошки. Да, винегрет тоже очень вкусный, да? Да. Так что, все зависит от повара. Ну, вот здесь в ленте прям... Вы знаете, что человек придирчивый, мне сложно уходить. Особенно, кстати, на еды. Но я прям доволен. Так и дела. Сейчас мы поедим и дальше поедем. Друзья, мы поели, двигаемся дальше на Санкт-Петербург. Съели все. Никита такой обжора, что ест меньше 3 раза, чем я. А вы почему так забили? Я съел больше, чем ты. Я тут замечаю, что... Я наедаюсь. А я нет. Я бы еще бы догнался. Я просто уже ладно, думаю. Я не потерплю. Так. Что-то в робки рисун какие-нибудь? Не сонем? Теперь зайдем в Машан. Ага, Машан, да. Попробую. Так. Господи, какой бурьян страшный. Так, Тверь 150, Санкт-Петербург, 664. Выезжаем. Напоминаю, сегодня выходной день. Видите, в Москву уже. Ну, это нормально, да? Машины толкаются. Мы пока вроде бы двигаемся. Окей. Так, все. Я включаю ноутбук. Пока помонтирую видео, ребят, что я там снимал в Москве. Вот что-то такие дела. Ура, до двери осталось 4 километра. Это говорит о том, что мы еще ближе стали к Санкт-Петербургу. Значит так. Смотрите. 2 часа 20 минут. Получается, мы ехали 11. 3 часа 20 минут. Ну, мы около час потратили в ленте, да, Никита? Ну, что, пока закупились, пока поели. Ну, еще 40-50. Минут 40, да. Ну, грубо говоря, короче, ребят, 3 часа ехать до двери. Особо мы не толкались. Поэтому на платную дорогу не стали выскакивать. Хотя, конечно, по платке было бы побыстрее. Так, ну, ладненько. Пока все чики-пуки. Двигаемся дальше. Как, водитель, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Нормально, да? Ну, все, видите. Я тоже себя хорошо чувствую. Видео обработал. Подушка под головой. Все. Лежу отдыхаю. Какие дела? Собирались по физиологическим потребностям. Но вы знаете, какими, я думаю, вы догадались. Я уже показывать не буду вам. Смотрите, как гора мусора. Просто вот. Вот дорога шумит. А тут же, смотрите, банки, шклянки, колеса. Канистры совсем свежие. Кто-то выбросил. Сволочи, да, чтобы они руки подсыхали. Не берегут нашу природу. Ребят, в общем, как-то так. С этой стороны то же самое, ребят, вот. А там вообще лес вырубают. Ой, ребята. Так, ладно. Как дорога шумит, да? Ребята. А люди некоторые живут вот так у дороги. Вот я приезжал дома, думаю, боже мой, как вы живете? Это же вообще. Вот. Ребята. День и ночь. Представляете? Вот так шумит трасса. Ужас. Ужас. Кошмар. Вот так. Надеюсь, вам слышно. Я просто без микрофона. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можно подвигаться. Наконец-то. У-у-у. Так, все, подъезжаем к лазерной дороге. У нас получается желтая. Потому что мы без транспондера. О, задом дает, видишь? А че? Блядь. Он не видел тебя, что ли? Не видел. Да? Тут даже жать не надо было. Я посигналил, и билетик сам вышел. Пожалуйста, не ставь. Смотри. Так, въездной талон. Все. Друзья. Так, чтобы не потерять. Сюда кладем. Ой, наконец-то, все, платная дорога. Потому что там между Тверью и вот этой платной дорогой были такие колдобины, да, Никита? Да. Местами прям вообще дорога убита была. В принципе, трасса нормальная. Вот даже бесплатная это. Но местами есть колдобины и ямы. Вот так. Ну, все, ладно. Едем на Питер. И Андекс пишет, нам ехать 5 часов, да? Да. Ну, мне кажется, дольше будет. Потому что здесь 130 разрежено, а мы столько не едем. Мы едем 100. Мы едем 100. Ну, даже 90 где-то. Ладно, поехали. По Курпу тут. Заехали на заправку. Кстати, Никита тоже орел. Впритык прямо уже едем. Уже говорит, вот-вот закончится бензин. Я говорю, нормально? Ладно. Поэтому, что вкусненькое куплю в дорогу. А то мы что-то поели, и маловато было. Там, смотрите, мороженое. 200 рублей. Вот смотрите, вот такое. Перемороженое. Ужас, кошмар, короче. Благо холодильник чистый. Короче, ребят, здесь вообще нечего покупать, ребят. Цены вообще атомные просто. Цены атомные. Там вонючая булочка 400 рублей стоит. Я взял какие-то батончики. Типа все натурально. Тут орехи, вишня, семена, короче, наешь. По 100 рублей? 45 рублей. Попробуй. Сколько ты заплатил за бензин? Телестальный. А по сумме? Помнишь? Вкусно. Полторы? Что за батончики интересно? Да, обыкновенный. Они шоколадом или что это? Нет. Ага. Что-то пережевываю, да. Вкусно? Да. Ладно, еще багет есть. Что, ладно, до Питера до часа. Куда нам еще ехать? Часов пять надо? Часов четыре. Часов четыре. Ой, ладно, ребят, сейчас перекусим, не тебе чай пьет и поедем дальше. Погода такая, то дождь, то солнце светит, да? Вот так вся дорога. Сейчас опять пошел дождь. Причем туча такая, он прям аж за горизонт уходит. А сзади, да. А сзади вон солнце светит. Звонили из Петербурга, сказали, что нас встретит солнышко. Если мы успеем, конечно, встретиться, потому что уже сколько? Десять минут шестого, а у нас еще триста пятьдесят километров в пути. Секунду, Никита обосстал, тут все пустит. Вот. И я с ним закомпанирую. Извините за подробности. Вопрос. Ну не знаю, на что еще делать. Вот проехали чуть-чуть, и это опять. Сейчас опять будем кушать. И опять ехать. Вот как-то так. Ну что, поехали, Никит? Устал? Нет, нормально. Сколько осталось нам ехать километров? Двести это, да? Ладно, поехали дальше. Проезжаем реку Волхов. Я когда на Сапсане ее проезжаю, я уже понимаю, что вот-вот-вот и скоро Петербург. Кстати, подтопило вон людям участок. Не знаю, вам видно, не видно, ребята. Еще оптом грязные. Давно в дороге, ребята. Затопило дома. И вот здесь речка обычно вон там. А здесь, здесь ничего никогда не было. Это уже просто вот так разливается она из-за того, что еще где-то подталивает снег. Вот видите, все густы, все в этом. Все в воде стоят. Ну все, ребята. Если Волхов проехали, то до Питера уже тут рукой подать или пешком дойти можно. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Солнце не мешает, я, правильно? Хорошо. Никита себя чувствует нормально. А мне тяжко, я уже все отнимал. Все затекает, ребята. Я не знаю, как так можно долго за... Никита, сколько ты дольше всего за рулем был? Откуда ты ездил? По-моему, с Крыма ты ездил, да, без остановки? С Сеодосии. С Сеодосии. Сколько? 2000 километров получается, да? С С Сеодосии до Питера, там буквально пару часов поспать и все, вот как бы без остановки. Не-е-е-е, без остановки, да. Ты железный человек. Я так не смог. Такие слова. Ладно, ребята. Берите дальше. Уже подъезжаем к Петербургу, слушайте, водители как с ума подходили, прям носятся, как угорелые. Вот подрезают, вообще, ну, видимо, все устали уже, да, все издалека едут, но, конечно, это не дело. Вот так, вообще прям, тут 130 разрешено, они, ну, выше на километр 20-30 точно приезжают со скоростью. А, ура, 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 ура. Сейчас у нас будут брать деньги, узнаем, сколько стоила дорога. Напоминаю, мы ехали от Твери до Петербурга, до самого Акада. Мкада, а нет, у нас КАТ, я еще уже путаю. У нас КАТ, у них Мкад. Такие, друзья, дела. Ну, понятно, кто транспондером, просто мы не так часто ездим, поэтому у нас оплата наличкой. Поэтому ждем, ждем, ждем. Так, все, наконец-то мы подъехали, ребята. Оплата карточкой. Две сто, я вижу, вон, небольшое. О, зеленый, ура, ура, поехали. В принципе, не так долго мы и стояли на оплату за наличкой, в принципе, транспондер. По транспондеру, по-моему, скидка какая-то какая-то, да? Там как кэшбэк какой-то. А, кэшбэк, короче, ерунда какая-то, поэтому не стали заморачиваться с транспондером. Такие дела. А в Битере прохладнее, по сравнению с Москвой. С Москвой мы выезжали, вон, деревья все были зеленые. Здесь, смотрите, все, голо, голо, вот так. Ну, ладно, все равно. Если ходить дальше, платили 100 рублей, да? Да. Нет. Ну, мы две тысячи десять платили, а здесь две тысячи сто. Ну, ладно, ерунда. Все, едем в сторону дома. Ура, ура, ура. Дальше такой неудачный был съезд, ребята, с этой справной дороги. Вообще, указатель непонятно куда ехать. Вот чисто, чисто, так знаете, на ощупь выехали. Но, слава богу, нормально. Все, едем по Кольцевой, в сторону Вантового моста. Шушары как расстроились, ребята, смотрите. Да, строят. Строят и строят. Все, Петербург, родовый Петербург. Ура, даже воздух такой, ребята, даже как-то более вкусно пахнет. Вот так. Да, Никита? Да. Ты рад в Сануфитере? Да, я тоже рад. Я очень рад. Там Маркиз уже ждет, я знаю. Они с Рисского уже у двери сидят. Сейчас буду их это, целовать и пить. Все, друзья, слава богу, я дома. Значит, смотрите, сейчас без десяти девять. Выехали мы от Павелецкой в одиннадцать. Итого получается час десять часов. Девять часов пятьдесят минут. Если бы мы поехали по платной дороге сразу от МКАДа до Твери, если бы мы не заезжали в Ленту покушать, если бы... Ну, в туалет, в принципе, тоже надо, знаете, остановиться, спрятаться, сходить, все эти дела сделать. Потому что не знаешь, что на дорогу отшли. Ну, вы поняли, впрочем, нет. Но это все время. Я еще в туалет... Да, я еще пять минут похожу. Короче, ребят, можно... А, и у Никиты машина в виде, она достаточно такая. Ну, все ехали там сто тридцать, мы ехали максимум сто. Короче, можно за часов семь-восемь доезжать. Вот так. Нормально на машине. Ну, кто скажет, Женя, ты не водитель, тебе нормально. Мне вообще нормально. Ну, с другой стороны, я не понимаю вот этих дальнобойщиков. Я не знаю, какие дальнобойщики. Вы меня смотрите. Я не знаю, как вы работаете. Вот честно. Ну, это же невыносимо. У меня все окалило, все эти клоны. Ну, это все ужас, ужас. Наша физиология, она не предназначена для того, чтобы мы только сидели. Я даже на работе, понимаете? Я же за компьютером работаю. Все равно, что встал, там, ходил, посмотрел, сфотографировал, отправил. То есть, как бы, все равно ты в движении. Ну, так вот сидеть просто безвылазно. О, Господи. Короче, ладно, ребята. Давайте. Увидимся в следующих видео, да? Спасибо, любимые. Спасибо, что были со мной. Я немножко устал. Завтра, если бы завтра, я работаю. Ну, ну, а потом уже начнем про доходы снимать, ребята. Ну, и так далее, и тому подобное. Что-то там Мактисович воскричался. Надо и лотоким почистить, никто не чистил, круче, ребят, сейчас. Ну, главное, кормили моих шмакозюрик. Такие дела. Соседку еще не видел, честно. Что-то шуршает. Все, видно. Завтра увидимся. О, заскорим. В следующих выпусках, хорошо? Давайте, пока-пока. Пока.